итак добавлено новый кусок травки потом добавлен 2 до диалога и также добавим добавлена одна миссия донести из точки а в точку б письмо хаос мод на студену выглядит следующим образом вот вот хаос мод на студен он работает только вот в одну сторону только вот так вот так ну чё я же тут играл я не нашел куда идти потом вышел и все понимаешь разорвать лагерь разбойником когда а разорить разорвать ну юрий ну разрыватель тихо наконец-то смута ура я вот тот раз также пришел сюда вот такая же то было ну типа вообще ничего не происходит зависает чё это по как это понять ну юрка опять ты нас подвел пена тихо чья разберемся это походу финальная тут уже закончились диалоги значит надо выходить даже я прикинь не могу из капа нажать ничего просто вообще походу ну как вы там потомки заткнись эх юра юра мы все про и пена удалить патчи игры удали родной 6 гигабут освободи себе ты чё не сука он тогда вообще ходить не будет это не баг это новая фича они стоят и мыслами обмениваются а ведьмаки так нельзя стоять и делиться мыслями вот и думаете ты просто не понял смысла игры здесь нужно просто бегать и кайфовать от того что ты бегаешь а понятно ну ладно смотри стадионная анимация мечта на головой висит а где а вон осуга спрятала студию ну будем здоровы ведь пошли а хороша а это хороша это не стадиона ну студиона и подхожу так вот и не смотря вот так вот подхожу да сколько можно ждать операцию в кс-ке а ждать не нужно операция jungle blade на epic drop это лучшее что могло с тобой произойти почему да потому что операция стоит 600 рублей но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная экономия на ровном месте да потому что первый квест операции это подписка на соцсети открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень да потому что уже за пятнадцатый квест ты получишь случайная тайна а в п за тридцатый и сорок пятый перчатки а за шестидесятый последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож операция продлится всю весну прогресс квестов сохраняется выполнять задание можно хоть каждый день этому советую начать тебе прямо сейчас ссылочка находится снизу что за что это за консулька игры такая здравствуйте это клуб единоборств здравствуйте меня юрий зовут очень приятно меня полин зовут а какой у вас вопрос я хочу себе на уровень фехтования поднять ну то есть овладевание мечами у меня еще мушкет есть я хожу так у меня шлема броня есть ну мне надо прокачаться уровень что называется свой ну плане боевки подняться прыжки чтобы были но рукопашки ну рукопашку можно юрию моему подкачать потому что он у меня вообще жидкий медленно очень бьет можно заняться можно заняться юрку поднять с колен да сколько около сорока наверное сорок чем-то сорок пять максимум ну наш студеный пацан а четверг не понял светлана полина меня зовут не понял меня зовут полина да это не важно то мелочи жизни уже я понял светлана то есть у вас по сути да можно прийти и записаться вы мне сначала скажите в какую группу хотите я вас запишу ну мне надо это рукопашку поднять пацану ну юрки юрия нашего расписание рукопашного боя это вторник и четверг в двадцать тридцать а в полдеватого да да вторник и четверг в двадцать тридцать и в субботу в одиннадцать ну я понял это хорошая или студеная будет группа хорошая очень хорошая а я хотел студеную тогда ну приходите пускай приходит хорошо юрку можно да то у него он завис сейчас диалог невидимый ну мы с вами так на расстоянии делятся типа без диалога понимаете о чем я светлана меня полина зовут а не светлана я вас не понял что вы имеете ввиду меня зовут полина а то это мелочи жизни это абсолютно не важно как вас там почему не важно а какая разница приятно все таки я же к вам буду обращаться по им то юрий юрий это студеный юрий студеный я буду я буду звонить когда вы к нам придете позвоните меня пожалуйста хорошо это ваш личный номер личный номер ваш да это клубный а светлана можно ваш личный тогда нет нет нельзя ну я просто рукопашкой занимаюсь я рада хорошо а вы каким видом боевых искусств занимаетесь я кмс рукопашку не могу а вы кмс да а то есть вы можете да меня научить юрия тоже быть кмс нет нет я работаю администратором я управляющая у нас позитивный тренерский состав он всему научит все вам покажет и расскажет я понял то есть меня мужчина будет обучать да конечно конечно ну вот стадионный будет они прекрасные прекрасные тренерский состав самый лучший я понял а вы мне скажите Светлана пожалуйста такой вопрос к вам сразу будет вот Юрий Юрий сможет победить Геральта ну Геральта из Ривии кого я не понимаю о ком вы говорите ну это тоже рукопашный боец только он еще магию использует Геральт из Ривии я не знаю честно а вы что не смотрите ММА? редко а ну я просто я Юрий я Юрий студен и мой враг номер один это Геральт Геральт из Ривии не слышали? нет ну я понял я понял ваш Светлана а когда можно ждать там можно на тренировку Светлана а когда я могу подъехать? а когда вы хватите? я не знаю я сейчас шлем одел вот этот такой и хожу в нем потому что голова лысеет а вы мне позвоните пожалуйста предварительно когда вы на тренировку хотите прийти хорошо хорошо Светлана то есть по сути Геральт он слабее да будет чем Юрий? не знаю честно нет так у Геральта там он же ж он не наш он польский а это Юрка наш студеный я не знаю кто такой Гера вот сейчас Геральт из Ривии он из Ривии он из Ривии сам родился в Ривии ну парень Юнифер ааа кем так? да поняли? да да ну вот Светлана а че ж вы ну так он проиграет да получается Юрке не знаю не знаю да проиграет проиграет он слабенький да 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 ну хорошо а когда к вам подъехать тогда а вы когда хотите на тренировке прийти? я хочу в ближайшее время когда мне можно будет прийти потому что мой Юра сейчас в диалоге в невидимом стоит скажите мне пожалуйста вы будете тренироваться или некий Юрий? Юрий Юрий мой студеный Светлана студеный Юрка будет я просто звоню за него потому что он молчит уже минут 10 давайте я буду ждать вашего звоночка хорошо? сможем через минут 15 перезвонить? хорошо Светлана спасибо до свидания вам до встречи благодарю до свидания до свидания здравствуйте здравствуйте Светлана меня Юра зовут Юрий слушаю Юрий студеный фамилия слушаю заказать у вас можно да? заказ оформить? можно как вас зовут? Марина понял Светлана давайте оформляем тогда записывайте записываю значит так студеную 5 литров есть студеная? обязательно да хорошая тоже извините вы меня моложе? без понятия у меня от этого дрожь по коже так как когда можно заказать? я очень за вас рада да? фарватер Катерина здравствуйте здравствуйте Светлана по поводу оформления воды да, к вам обращаться скажите пожалуйста код клиента или номер телефона? какой номер? я вам звоню сейчас с телефона вы первый раз хотите сотрудничать уже с нами? я первый раз я с Мариной Рощей беспокоен первый раз? да, да, да Юрий Студеный 15 минут пожалуйста да, спасибо да, да, Светлана добрый вечер меня зовут Юрий Студеный Анастасия меня зовут да, я понял Светлана я вас слышу прекрасно да, да, вот оформить водички Анастасия только меня зовут, да? не, не, я понял а я, в смысле, кого как? не, меня Юрий зовут я не Анастасия я говорю я Анастасия а, Светлана, добрый вечер я с вами говорю по поводу оформления да, минуточку да, да не, я просто оформить хочу воды себе а по ценам на воду знаете? ну, 390, да, у вас там указана бутылка да, 390 плюс плюс при первой поставке нужно будет оплатить дологи за каждую бутылку 350 рублей далее работаем на обмен ну, я понял, Светлана я вас прекрасно услышал скажите, пожалуйста у вас вода какого уровня? студеная либо хорошая? артезианская у нас вода артезианская скважина вода очень хорошая по качеству студеная, да? да что значит студеная? ну, она хп пополняет и мне ходить далеко с точки а в точку б допустим я выпил и хп заполнил полгода срок годности у воды в закрытом виде а, вот как, студеная значит хорошая я понял, так, ну мне литров наверное да 250 литров надо студеная это сколько бутылок? 250 литров это получается 22 13 бутылок а, 13, ну это хорошее получается это уже не студеная ну, 13 хорошее число можно оформить Светлана, а когда можно ближайшую доставку? когда, Светлана, доставка ближайшая? какой адрес у вас? Марина, роща у меня я не знаю, сейчас стою сейчас я вам точно скажу а, не могу, надо перезаходить я возле кабака ну, мне нужен полный адрес доставки город, улица, дом хорошо сейчас я перезайду, скажу вам сейчас, я понял ну, тут просто возле кабака я по лицу на коняке скакал вот, и прискакал сейчас я вам скажу точно координаты вот, вам как, метку поставить? вы перезвоните? не, 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 я сейчас быстренько вам метку поставлю, если что ну, да, скиньте координаты я вам в ватсапе напишу вы есть в ватсапе? а вас как зовут? Светлана, правильно? анастасия меня зовут я понял, Светлана, я услышал вас ладненько, хорошо так, значит, записывайте адрес так, говорите студеная смута смута улица смута студеная 13 еще раз, какой город? Москва Московское королевство город Москва улица? студеная улица студеная? да хорошая нашли, сейчас я вам к точку это ну, тут кабак да вокруг, вокруг, типа лес, деревья потом палатки стоят шатры, типа и тут вокруг точки со студеной есть нет, координаты скиньте лучше а как их скинуть, типа, скажите? я просто пенсионер, я не понимаю студенный проезд ну, студенный проезд, дом ну, сейчас я вам скажу точно какое сейчас я подойду к дому так, Светлана, сейчас одну секунду, прошу прощения дом просто старый, деревянный так ну, тут это самый домик такой, деревянный третий дом 3? да ну, тут 3 всего последний стоит ну, дом, я имею ввиду, не по счету третий номер дома, какой официально? Светлана, ну, третий дом я не знаю, прыгать не могу, чтобы посмотреть повыше третий третий дом записали? номер дома 3? да, да, да подъезд? а, тут один всего вход, тут нет подъезда просто вход центральный этаж первый этаж тут одноэтажка студеная прям в окошко подойдете, тут окошко может наверх не крути нет, тут прям окошко подойдете ну, это не одноэтажный дом а сколько этажей у вас показывает, Светлана? ну, давайте я вам перезвоню попозже не, не, Светлана, Светлана, вы мне, пожалуйста, не надо здесь вот, я человек-то не молодой, прекрасно понимаю, что со мной тяжело найти диалог, так как я студеный вы мне скажите, пожалуйста, давайте так, не без ёрничества максимальное проявление уважения к возрасту моему, да, скажем вот так вот, давайте нормально, пожалуйста, будем оформлять все-таки наш с вами этот самый продукт, что называется, студеный и будем вот так дальше, так сказать, в смуту пытаться ну, ну, вы поняли, да, о чем я? 7А дом Вы сказали, третий дом нет, 7А ну, вы уже сказали, третий дом Светлана, ну, что вы... только что вы сказали, третий дом Светлана, вы, по-моему, меня сейчас издеваетесь 7А дом открытый мир здесь здесь домов много, это открытый мир 7А, Светлана, нашли? у меня просто студеная уже заканчивается, а мне хп восполнять надо что тут стоит, вон, немножко ну, студеный проезд 7А, это же не жилой дом жилой, я тут живу а, хороша Светлана, уже потемнело, можно побыстрее нет, не могу я найти ваш дом 7А студеная переулок студеный Судённый проезд или переулок? Да, да, проезд Проезд, проезд Ага, а квартира? 7А Номер квартиры какой? 13 Этаж? 2 Вы же сказали первый этаж до этого Да вы издеваетесь что ли? Я сказал второй Светлана, вы чем слушаете? Минуту подождите на линии Минуту на линии подождите пожалуйста Хорошо, Света Я просто на второй уже поднялся Питбуль 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 А челы все сидят как и сидели днем Студеной жахнули Блин, по-моему она Больше не ответит мне Алло, здравствуйте Добрый день Это по поводу скважины Вас беспокоит бурение скважин Занимаетесь, да, эти вопросы? Да, занимаюсь Здравствуйте, меня Юрий зовут Фамилия моя Студеный Юрий Студеный, а говорит вам о чем-то? Нет Ну понятно, авторитета не знаете Ну и ладно, бывает такое Вас как зовут? Здравствуйте Меня Сергей зовут Очень приятно Юрий Здравствуйте, Сергей Да, вот хотел узнать по поводу бурения скважины Мне нужна скважина со студеной водой Какова глубина и какова стоимость продукта А где? А вот возле кабака у нас прям Потому что тут стоит ковшик один Я его выпиваю и все ХП пополнил и все А где кабак? А по какому адресу? Студенный проспект В Петербурге, что ли? Да, да, да Мы в городе не работаем, к сожалению Ну я понял, это князь Мирославский-то брат его Узнали? Нет, к сожалению Ну князь Мирославский, вы что, вам о чем-то говорит? Ни о чем Не, просто у нас стоят студенные Но в этих маленьких таких этих Ковшах А я хочу прям это Чтоб прям насосами выкачивать Ну чтоб ХП пополнять постоянно А то я, ну пока добегу У меня уже играют боссы, так сказать Добивают, понимаете Там в лесу то неспокойно у нас Смутное время нынче Ну князь Мирославский Ну князь Мирославский Ни о чем не говорит Понятно, то есть А, вот как вы запили Ясненько, то есть Да, а сколько цена вообще будет, чтоб студеную пробудить? Сколько? Ну вот Шести тысяч за метр Я понял, а сколько метр там уже На какой глубине студеная появляется? В таком месте, в Петербурге? Ну возле Петербурга в лесу И возле Москвы Где именно? Да к мне где-нибудь в лесу, чтоб я просто добегал Блин, чтоб от кабака бегать Так в каком направлении есть? Район какой? Да черт его знает Тут не написано название Просто кабак и все Я уже по памяти помню дело В самом низу карты Ну надо точно адрес понимать, чтобы узнать Не, в самом низу карты Геология разная На севере, на юге отличается очень сильно Не, а километров сколько, чтобы уже студеная пошла А то обычно мне не нужна, а мне студеная, потому что там мне ХП пополняет Адрес выясните тогда Я вам сейчас назову адрес Переулок Студеный Сейчас посмотрю Я Сейлор Мун Меня Юрий зовут, Мирославский Переулок Студеный Город какой? Москва Ну, так а мы в Петербурге Я понял, я же в Петербурге звоню, потому что вы компетентные вопросы Мы в Москве не работаем, к сожалению А при чем тут Москва, Юрий? Я в Питере Так а где пробурить то надо? Ну, переулок Студеный в Питере Это улица Полевая Полевая улица Полевая Да Полевая Сабировская? Да, да, да Ну, нет, так это Петербург Мы там не работаем в Питере В Питере нет хладых Нормальных Как нету? А Студеное где брать? Ну, не знаю С Невы Водоканал Ага, так нет, так мне ХП пополнять чем? У меня сейчас Райдбосс все снимет Ну, что поделать Ну, скважины в Питере не бурит никто Там соленая вода А, везде, да? Да Ясно, а как купаться тогда? Ну, как? С водоканала Понятно, то есть скважину не пробурите Да, а сколько глубина должна быть? Ну, везде по-разному Но в Питере около двухсот Двухсот? Угу И вода соленая? Соленая Ну, понятно, там соль везде Я понял Ну, это Питер, я знаю, там такое много Ясненько Так, а вода студеная Что, где покупать просто в бутылках, что ли, или что? Да, 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 да Понятненько Некомпетентный, да, в вопросе в таком Так что, увы, не поможем вам Не, а если в поселке где-нибудь Да мне хоть в лесу где-нибудь Посередине леса Чтоб там, где медведь Когда он будет меня бить Чтоб я потом бегал, пополнял хп Ну, вы как с местом определите и звоните Что везде по-разному А сколько цена будет? Цена вот, 200 метров сколько по цене пробурить? Ну, где-то в полтора миллиона А, полтора миллиона, чтоб я студеную пил, да, насосами выкачивал Угу Понятно, да нет, лучше побегу из этих, в чашках побью Ну да, логично А то полмиллиарда потратил, а лучше побегаю уже Понятно все Вас как зовут, чтоб я записал? В черный список Сергей Все, Серега черный, я понял У меня Юрий Мирославский До свидания До свидания Магазин Мир Ножей Магазин Мир Ножей Здравствуйте Здравствуйте Ты не верь слезы После долгих ночей Ты не верь слезы После долгих ночей Начай 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 Меч у меня Заточить его можно, нет? Да, можем, конечно, заточить Потому что он у меня как-то Я вот сейчас его пробую, махаю Тупой, по-моему, стал Я уже сколько чего покосил Сколько будет стоить меч заточить? Где-то у меня метр двадцать длиной Надо смотреть на предмет, но минимум от трех тысяч рублей длинномера Ну да, у меня такой не коротенький, я бы сказал Ну, профессиональный А метр двадцать Профессиональная заточка От трех тысяч рублей длинномермера Так надо смотреть Может и пять тысяч рублей выйти Но это я не могу сказать Только уже надо Когда мы посмотрим Уже приблизительно более точную стоимость сможем сказать То есть вы хочется сказать, что А сколько к силе прибавит? Ну, типа, силы сколько будет домах? Что вы имеете в виду? Ну вот вы его поточите То я смотрю, он у меня стал хуже рубить Чела Типа сколько по домам прибавить Типа крипов сколько будет рубить Я честно не могу ответить на ваш вопрос Потому что я немножечко не понимаю Что вы имеете ввиду Все будет зависеть Мы грамотно, профессионально затачиваем все предметы А тут все уже будет от вашего предмета зависеть Какая там саль А, ну у меня студионная У меня сталь студионной модели Ну мы можем любой предмет заточить Можете привезти, мы уже посмотрим А по времени примерно По времени сколько Три-пять рабочих дней Три-пять рабочих дней И что мне за три дня Сходить без мяча что ли Да, да Меня Юрий Мирославский зовут Очень приятно Меня Юрий тоже зовут А, Юрий, вы тоже этот самый смутный? Нет Студеная или хорошая? Как фамилия у вас? А почему эти разговоры? Нет, просто я Юрий Мирославский Я сейчас был у князя Владимира Мне просто не сказали Я Юрий Владимирович А, Юрий Владимирович Сын Владимира, да? Ну да Понятно Как там Вовка? Все хорошо Плюс семь Девятьсот десять Так, а когда можно подъехать? Мы каждый день работаем Любой удобный для вас рабочий день Ну как бы и выходные тоже можно Но лучше, конечно, на буднях подъезжать У нас завпроизводство В основном каждый день Находится здесь Где-то там до часу дня Наконец-то наша Слушайте А вот Алимарду заточить сможете? Захватывающая Смута У нас мастера хорошие В принципе, точат И японские мечи, катаны И обычные ножи Не-не У меня вот этот У меня вот меч, который Он называется, если по-умному Кашкадер То есть кошкодер Кошек дерет Ну, Кацбальгер Кацбальгер Что-то говорит вам? Это излюбленное оружие Легендарных Ландхинехтов Для ближнего боя Кошачьих свалок Ну, короткий тяжелый меч Длина до 85 сантиметров Вес почти 2 килограмма Честно, по вот Мечам не очень осведомлен Ну, это древний меч Ну, я понимаю, да Ну, это кошкодер Он кошек дерет Хорошо А по алибардам Специализируетесь Немецким? Ну, у нас В основном нет Это кинжалы Это у меня трофейная Кинжалы из хашки Не, кинжалы из хашки В основном А, ну у меня алибард Немецкая трофейная Понял А мушкеты Прочищаете Мушкеты фитильные? Ну, реставрацией Занимаемся В принципе Мастера Реставраторы Есть Могут Привести В порядок А мне не реставрировать Мне просто Прочистят Завтра я буду В лесу драться А там будет Набег Нет, такого нет Чем нам Отстреливать Я понял Ну тогда По поводу алибарда Да, можно привести Алибарду И Казбальер Правильно? Да, да, да Если что Привозите Посмотрим Все, обсудим Просто я смотрю Он какой-то Опа Ну, какой-то Потупел Немножко Хорошо И по По три дня Да, пойдет Ну, с запасом Берите лучше Пять рабочих дней Неделя А древний меч Скалибур Занимались Таким аппаратом Или нет? Нет Нет Ясно Ну, раз так дело Пошло Я смотрю Вы специалист Во многих аспектах Касательно мечей Давайте тогда Решим так Вы дуалы Затачивали Или нет? Гладиаторские Лично я Я не затачиваю Я принимаю На заточку А у нас уже Мастера Мы им отдаем На производство И они затачивают Что-то они могут Посмотреть Сказать Вот этот предмет Нет Мы не сможем Заточить Но в основном Они все точат Я понял А можно какой-то Допустим Лайфстоун Вставить В меч Нет Тоже этим Не занимаемся Понятненько То есть Никакого Такого Да Дополнительного Просто заточить Да Чтобы домах увеличить Ну Чтобы он Резал Рубил Грубо говоря Хорошо Ну понятно Челокос Я понял То есть Вода камень Точит Вы к этому Клоните Да Не знаю Что вам ответить Мы занимаемся Заточкой Вы вам что-то Нужное Вы можете Привезти Мы обсудим И все Сделаем А куда подлежать Кабак Я просто возле Кабака Хожу Тут к лошади Пристал Черная речка Торсковская 20 Либо Купчино Балканская площадь Дон 5 Ну я возле Кабака Сейчас возле Лошади Стою Мечом Махаю Здорово Тут две лошади Одна гнидая Другая нормальная Я вот стою Возле ней Здесь А вы меня Увидите А у меня шлем Металлический И броня Хорошо Хорошо А можно Плюс Допустим Чтоб светило Заточить Ну до блеска Ну чтоб светилось Плюс 16 И больше Не понимаю О чем вы Говорите В смысле Ну чтоб светилось Потому что Если плюс 4 Заточить Оно будет Еле-еле Свечение Бессветло А так плюс 16 Уже покраснеет Как лезвие будет Не понимаю О чем вы говорите Заточка Уровень заточки Как лезвие Можно сделать Ну вы привезете Мы все обсудим Я понял То есть вы сейчас Это конкретно Конкретно Давайте тогда Решим По поводу Алебарды Его можно не точить В принципе Я редко ее использую Когда только Ну массовое дело Когда вокруг меня Челы Я тупо Кручусь А вот именно Касбальер Вот этого Кашкадера Этот нужно Прям хорошо Проработать Хорошо Да-да-да Конечно Привозите Все посмотрим Все обсудим Понял А можно огненный шар На неб добавить Приезжайте Мы все посмотрим И все обсудим Я полючек Ухня-то нет телефона Я полючек Разработчик А до скорби работаете Можно туда Попробовать Позвонить 799607 Я понял То есть уже Походу не успею Потому что Сейчас у меня В кабаке Тут как миссия Проваливается Не могу в диалог Вступить Думал Завести пока Ладненько Хорошо Вас как зовут Светлана Да-да-да Я вам представлялся Да Я помню Владимир Юрий Владимирович Да-да-да Все верно Я тоже Юрий Я Мирославский Юрий Студен Очень приятно Да здравствуйте Добрый день Да здравствуйте Всего доброго До свидания Я скоро подъеду На коне Да пожалуйста До свидания Будем рады Я на коне Прискочу На Милане До свидания Ну Ну чё Блядь она прям у него сохранится здесь Луцаку Звонивор Старый ТЧ Совсем Обнаглял Блядь Вообще Да пи*** Невозможно Ярать в ирон А забалована На одной из миссий Все Я по поводу Изгнания Бессов К вам обращаюсь Правильно Ну как сказать Беспокоить Сейчас я вам расскажу Да вот Вот какая-то Как будто бы Сущность Да во мне сидит Мне вот Почему-то так кажется Не знаю Чем связано Дело в том Что я По лесу бродил Да По лесу бродил С волками Дрался Я вот что думаю Может в лесу Что-то у меня Вселилось Может такое быть Ну Так пальцем Мне бы трудно сказать Надо диагностику делать А как Как Про диагностироваться Ну Смотрите Во-первых Вот так по умеете пользоваться Мне Уже знаете 62 года Я студенный Меня Юрий зовут Меня Юрий зовут Ну то есть Ни ватапом Ни вайбером Такого не пользуетесь Мне что Фотографию надо Чтобы вы прислали мне А Фотографию Да Да Такое Ваши фотографии Ну Сфотографируйте себя Свежая фотография Желательно Такое Чтобы Где было Отчетливо Видно Глаза Это Первый момент Второй момент Дата рождения И диагностика Консультация Стоит у меня Тысяча рублей По моему Номеру Телефону Альфа-банк Все Присылайте Я посмотрю Вам Все-таки Да Какой-то Шанс Из меня Вот это Выгнать Эту Нечистоту Все Без Ну Надо Смотреть Смотреть Конечно Конечно А как Иначе Вот Юрий Да Я Я Юрий Я Беспокоен Потому что Я вот Подхожу К человеку Да Он Смотрит И молчит То есть Все И у нас Нито Диалог Не строится Понимаете Предложи Жениться На жидовке Из Москвы Я посмотрю Сегодня уже не посмотрю У нас уже вечер То есть Вы не можете Диагностику Сейчас произвести Сейчас У нас 11 час уже Я понял Ну вкратце Хотя бы Просканировать Меня Вот сейчас Прям Хотя бы На слове Вот понять Что это Может быть Примерно Чтобы я так Не переживал У меня трясет Всего Мне нужна фотография Мне нужна Ваша фотография Дата рождения Ваше имя И оплата Юрий Мирославский Смутный мужчина Воин Я понял Тысячу рублей Оплата Тысячу Альфа-банк Да Да По номеру Телефона Который звоните Понял Вас как зовут Чтобы я записал Меня ли ты зовут Алеша Да Я понял Я Юрий Мирославский Во мне дух сидит Дух лоха Ну Это Вы сами Там решайте Кто у вас там сидит В общем Все делайте Присылайте Я дальше посмотрю Просканируйте Да Присылайте Слышишь Надо Юрку Сфоткать Как так Спереди Как он стоит И фотка Юрия Юрку Нашего Дурака Как он студеную пьет И ему отправится Алло Алексей Ты хочешь выгнать До меня У тебя не получится Сгнать меня Я никуда Не уйду Я буду Внутри Сущности Всегда Я не Выйду Из него Ты понял Не только Попробуй Скотина Субтитры создавал DimaTorzok